МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Дмитрий Жижикин. И сегодня в выпуске. Дональду Трампу нужна Москва. Знаменитый магнат выходит на российский рынок. РЖД решила обзавестись сетью привокзальных гостиниц. Под Краснодаром появится логистический парк класса А. Не забудьте в конце выпуска рубрика Классифайт. Актуальные предложения на рынке недвижимости, купля-продажа, аренда. Ну а сейчас о наших спонсорах. Компания Интурист и группа Синара планируют строительство четырехзвездной гостиницы в сирийском городе Латаке на побережье Средиземного моря. Каждый из сторон вложит в проект по 25 миллионов долларов. Строительство должно начаться до конца 2008 года, а открытие отеля запланировано на 2010 год. Однако эксперты сомневаются в том, что объекты Интуриста будут востребованы. По их словам, россияне редко пользуются услугами гостиничных операторов, предпочитая снимать дешевые гостиничные номера уже по прилету. А пока российские компании осваивают зарубежные рынки, западные интересуются Москвой. Дональд Трамп известен миру как строительный магнат, который вот уже более 20 лет формирует внешний облик Нью-Йорка подобно художнику-импрессионисту. Его стратегия использования собственного имени в названиях проектов стала хрестоматийным средством маркетинга. И вот теперь знаменитый девелопер заинтересовался продвижением своего бренда на российский рынок. Об этом сообщил его сын, Дональд Трамп-младший, на саммите института Эдама Смита «Недвижимость в России». Сейчас компания не занимается строительством в США, работая в основном над закреплением бренда на мировом рынке. Москва кажется им особенно привлекательной, а также, по их словам, здесь есть где развернуться. И это уже не первая попытка корпорации выйти на российский рынок. Напомним, что в середине 90-х годов Трамп-старший вел переговоры с правительством Москвы о реконструкции гостиниц «Москва и Россия». Переговоры закончились ничем. А в ноябре прошлого года Дональд Трамп провел в Москве презентацию нового вводочного бренда «Трамп». Я думаю, что для начала деятельности на любом рынке мы должны как можно лучше и эффективнее представить наш бренд. Для этого необходимо запустить проект в небольших по размеру городах, а затем выходить в мировые столицы. Таким образом, экономические соображения подсказывают нам путь закрепления бренда в условиях благоприятного рынка, а затем уже и его распространение на другие территории. По мнению экспертов, если на рынок выходят Трампы, вслед за ними потянутся и все остальные. Пример тому – действия корпорации в Панаме, когда после выхода Трампов на тамошний рынок цены на недвижимость увеличились на 25%. А пока зарубежные инвесторы подтягиваются к России с опасением. Российский рынок – один из самых привлекательных в мире. Правила корпоративные, право собственности в большинстве регионов страны совсем другие. Все изменилось, поэтому интерес инвесторов колоссальный к российскому рынку. Правильно, что, как правило, они ищут российского партнера, понятного, прозрачного, с кем они могли бы пуститься в какие-то предприятия. Что до самого Трампа, то пока он готов предложить российским компаниям франчайзинг. Впрочем, специалисты уверены – с франшизой Трампы опоздали на несколько лет. Говорить, что, например, здание реализуется по проекту Нормана Фостера, там, девелопер, я сейчас не хочу называть, там, из пятерки формирующий рынок, да еще тут добавлять Дональд Трамп и говорить, вы знаете, как в Штатах, поскольку это Дональд Трамп, это здание будет стоить на 30% дороже, я не уверен, что рынок готов к этому. Приход, он, еще раз повторюсь, он знаковый. Это важный момент. Но с точки зрения продажи, именно имени бренда, мне кажется, это надо было делать чуть раньше. Компания «Истфилд Групп» заявила о начале строительства логистического парка класса А «Истфилд Парк Краснодар» в 62 километрах от Краснодара. Ввод в эксплуатацию первой фазы проекта намечен на второй квартал 2009 года. Общая его площадь составит 110 тысяч квадратных метров. Однако аналитики из компании GVS Sawyer скептически оценивают шансы «Истфилд» в Краснодарском крае. По их мнению, сегодня здесь заявлено слишком много проектов. Помимо «Истфилд Групп», свои проекты реализуют фирмы «Девелопмент Юг», «Парк Ридж Холдингс» и «Роспром Девелопмент». Тем не менее, консультант «Истфилд Парк» компания «Предиум» уверена в успешности проекта. Во-первых, в регионе накоплен существенный, неудовлетворенный спрос. Во-вторых, в общем-то, наверное, к сожалению для рынка, многие девелоперы сейчас сталкиваются с существенными проблемами. В первую очередь, с проблемой финансирования проектов. Поэтому далеко не все площади, которые заявлены, фактически будут выходить или будут выходить в сроки, которые они заявлены. Поэтому мы уверены, что площади найдут своего арендатора. На сегодняшний день мы уже ведем переговоры с несколькими арендаторами. Инвестиции в проект при условии строительства 110 тысяч квадратных метров могут составить 100 миллионов долларов без учета стоимости земли и подведения коммуникаций. Тем временем, до 2010 года в нескольких регионах России благодаря действиям компании «Российские железные дороги» может появиться сеть привокзальных гостиниц. Желдор Ипотека, дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги», намерены инвестировать 225 миллионов долларов в строительство сети привокзальных гостиниц уровня 3 звезды. Каждый из гостиниц будет насчитывать по 150-200 номеров. А уже к концу 2010 года общий номерной фонд сети может достичь полутора тысяч номеров. Все отели будут, скажем так, находиться под управлением одного единого оператора. На самом деле хотим и уже идут конкретные переговоры о том, что оператор будет известного мирового, так скажем, уровня с известным мировым брендом. Это может быть европейский оператор или там международный оператор, там может быть и компания из Соединенных Штатов или других. Развитие гостиничной сети – первый крупный проект Желдор Ипотеки в сегменте коммерческой недвижимости. До этого компания занималась в основном строительством жилья. Своими соображениями по поводу препятствий, которые могут возникнуть при осуществлении этого проекта, с нами поделилась Марина Смирнова, старший вице-президент Джон Сленк Лассаль, Хотелс. Во-первых, как люди, которые реализуют большой масштабный проект, они могут столкнуться со следующими проблемами. Во-первых, это привлечение достаточного количества средств на определенный промежуток времени. Во-вторых, это удерживать график строительных работ. Но самая основная проблема, которая касается вообще гостиничного бизнеса, если вы создаете сеть, надо создавать структуру, которую эту сетью будет управлять. То есть это связано с разработкой сетевых стандартов. Управлять строительством будет компания региональной гостиничной сети. Как отмечают эксперты, если планы Желдор Ипотеки осуществятся, она станет третьим крупным ательером в России, уступая лишь Азимут Хотелс Компани и Хелиопарк. Самая главная проблема – это время. Такие проекты не получается сделать быстро и качественно. Нужно получить опыт, адаптировать все, что есть за границей, и тогда это будет работать. Москва снова бьет рекорды по арендным ставкам. Об этом в новой рубрике «Исследования и анализ рынка». Российская столица оказалась на втором месте среди самых дорогих по ставкам аренды офисных помещений мира. К такому выводу пришли специалисты Сиби Ричард Элес, оценив ситуацию в 173 городах мира. За последние полгода стоимость аренды в Москве практически удвоилась, достигнув 2633 долларов за квадратный метр в год. Кроме того, российская столица вошла в тройку лидеров роста арендных ставок в складском сегменте на европейских рынках, уступив лишь Варшаве и Будапешту. По прогнозам консультантов, ставки на аренду складских площадей продолжат расти, прежде всего из-за значительного превышения спроса над предложением. Что будет дальше, узнаем ровно через неделю. Смотрите нашу программу и оставляйте свои отзывы на сайте www.crnewsdefis.tv.com Мы ждем ваших комментариев. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова